Калашников 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 Этого было недостаточно Вопрехи всем правилам он вместе с помощником Александром Зайцевым полностью переделал оружие В середине декабря 1947 года в финал конкурса вышли лишь три автомата, включая образец Калашникова Его главным конкурентом был тульский конструктор Булкин Но он наотрез отказывался вносить какие-либо изменения Калашников, напротив, тщательно устранял все выявленные недостатки Это вот автомат ТКБ-415, конструкторы Булкина и стулы В автомате Калашникова вот эта большая деталь, предохранитель, она закрывает вырез в ствольной коробке полностью То есть загрязнение меньше попадает Здесь вы видите достаточно широкий вырез при попадании грязи Автомат вряд ли будет исправно работать 10 января 1948 года после необычайно долгого обсуждения Члены принимающей комиссии пришли к выводу, что автомат Калашникова Хотя имеет меньшую кучность стрельбы Тем не менее, опережает образцы Булкина и Дементьева по важнейшему показателю Безотказности и простоте во вращении Я в юности просчитал, не знаю где я просчитал Великий Господь сказал, все сложное не нужно, все нужное просто В середине 1948 года первая партия автоматов поступила для испытаний в советскую армию Весь год, пока проходили войсковые испытания, Калашников находился в честях Десятки замечаний, высказанные солдатами и офицерами, он учел при доводке автомата В 1949 году автомат Михаила Тимофеевича Калашникова принимается на вооружение И получает официальное название 7-62-мм автомат Калашникова Обратите внимание, ничего не говорится об АК-47 Тем не менее, у меня в руках автомат, на ствольной крышке которого гравировка АК-47 номер 1 Оказывается, это название первого опытного образца, придуманное командой Калашникова Для участия в конкурсе 1947 года Именно это название АК-47 позднее войдет в широкий обиход И даже станет международным брендом В том же 1949 году 30-летнему старшему сержанту Михаилу Калашникову За создание автомата была присуждена сталинская премия первой степени Премия была 150 тысяч Это первая премия по вооружению Тогда только появились машины Победы И вот я там, в Москве, приобрел такую машину Победы за 16 тысяч То есть я мог почти 10 машин за эту премию То есть это солидная была премия Так началась моя конструкторская жизнь Причем, надо прямо сказать, тяжелая жизнь После демобилизации Калашников переехал в Ижевск Где на оружейном заводе налаживался выпуск его автомата Там он становится сначала ведущим, а чуть позже главным конструктором В течение нескольких лет Калашников кропотливо доводил каждый узел, каждую деталь до совершенства Одновременно он участвовал в конкурсе на создание ручного пулемета И вновь выиграл его у маститых оружейников В 1959 году пулемет и автомат Калашникова, модернизированный АКМ, были приняты на вооружение Модернизация это не просто вот сели, что-то сделали и все Это работа нескольких лет Наш солдат перегружен На него столько навешивается все То даже требование такое было Что за каждый грамм облегчения будем давать ордена АКМ дольше других модификаций автомата Калашникова оставался на вооружении На нем стала возможной установка приспособлений для бесшумной и беспламенной стрельбы Приборов ночного видения, появились детали из пластмасс и металлопорошка Но главное удалось решить один из основных недостатков АК-47 Невысокую кучность Для повышения устойчивости автомата при автоматической стрельбе В него был введен дульный тормоз, вернее дульный компенсатор Вот внедрение в конструкцию автомата этого компенсатора Резко повысило кучность и эффективность стрельбы Модернизированный автомат Калашникова послужил базой для создания ручного пулемета Они имели единый патрон и большинство деталей конструкции Особенно подкупала военных взаимозаменяемость магазинов, автоматов и пулеметов Ничего подобного не было ни в одной армии мира За создание АКМ и ручного пулемета в 1959 году Калашников был удостоен первой золотой звезды героя социалистического труда В середине 60-х Ижевский завод посетил молодой генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев Ему очень понравилась конструкция нового штык-ножа для АКМ Будучи заядлым охотником, Леонид Ильич спросил Калашникова Нет ли у него подобного оружия для промысла на зверя Михаил Тимофеевич пообещал Брежневу сделать специальный охотничий нож Лезвие которого в точности повторяло форму штык-ножа КПС Таких уникальных ножей было сделано всего несколько штук И все они, кроме Брежнева, были подарены только членам Политбюро и высшим военачальникам Советской Америки 2 августа 1964 года В ответ на атаку вьетнамскими катерами эсминца ВМС США Мэддокс Президент Джонсон приказал нанести воздушные удары по Северному Вьетнаму Америка оказалась втянута в войну Именно тогда состоялся заочный поединок между великими самоучками-конструкторами Михаилом Калашниковым и создателем американской винтовки М-16 Юджином Стоунером 20 января 1968 года Пентагон начальнику штаба сухопутных войск армии США Совершенно секретно Винтовка М-16 по-прежнему недостаточно надежна Более 30% потерь живой силы происходит из-за отказа нашего штатного стрелкового оружия Начальник специального отдела Министерства обороны США У вьетнамских коммунистов, воевавших с автоматами Калашниковых, таких проблем не было Адаптированный к самым суровым условиям, автомат выдерживал и тропическую влажность И попадание болотной грязи, и наспех обученных стрелков У нас 9 тогда было, что трофейные на вооружение И если появились какие-то АК, ну АК или с складным, да, прикладным То все, почти все партизаны попросили своего командира, чтобы дали ему, именно ему этот АК, а не другие трофейные Впрочем, у американской автоматической винтовки были свои преимущества Малокалиберное поле 5,56 мм имело большую начальную скорость Что обеспечивало лучшую кучность автоматического огня Уменьшение массы патрона давало возможность существенно увеличить носимый запас боекомплекта В начале 70-х в СССР тоже разработали автоматный патрон калибра 5,45 Продолжение следует...